Самая обсуждаемая новость сегодняшнего дня на просторах интернета. Отставка двух министров. Министр спорта и молодежной политики Денис Клебанов работает последние два дня. Возможно, его уход, как и его работу, никто не заметит. Ни рывков в области спорта, ни скандалов за время его работы в министерстве не было. Чего не скажешь о втором кандидате на выбывание из правительственных рядов. Министре природных ресурсов и экологии Анны Багровой. Уйти она решила со скандалом. Сначала собственноручно написала заявление, а после прислала отзыв, решившись задержаться в министерском кресле. Чтобы узнать подробности, корреспонденты телеканала Арктик ТВ поехали на место в Министерство природных ресурсов. А тут уже обивают пороги возмущенные мурманчане. Под Новый год они узнали о том, что их дома могут снести, а договор аренды расторгнуть. Мы пообщались с собственником земли в ДНП Сосновка. Мужчина говорит, что потерял сон и покой. На дом на природе копил годами, как и большинство соседей. Люди годами копили денежку, строили, чтобы жить на природе. Если экология мешает, почему тогда бриз не мешает. Он находится в собственности, и земля, и здесь. А здесь якобы надо расторгнуть договор аренды. Естественно, люди стали жаловаться и губернатору, и во все инстанции. Хотели мы, чтобы нас Кельгинстрой взял под свою опеку. Они нам отказали почему-то тоже. И мы вот сейчас находимся с такой, просто-напросто все переживают, не спят ночами. Ну как вот нам быть тогда? 2020 год для многих выдался тяжелым. А тут еще неожиданная новость о том, что можно остаться без своего дома, без земли. И это при том, что изначально претензий от Министерства природных ресурсов не было. Люди строили там давно, и никто ничего никогда не говорил. Были провелки раньше, а сейчас вдруг стали проверять, и там чуть ли не смотреть, дорожка такая. Есть там каменная плитка или нет, есть каменная плитка нельзя, то есть асфальт нельзя, заборы нельзя ставить. Обращение в адрес властей, крик мурманчан о помощи был услышан. И в отношении министра началась проверка. Возможно, поэтому сегодня на камеру она говорит о том, что выселять никого не собиралась. Могу сказать о том, что я человек абсолютно разумный. И поэтому моей целью выселения кого-либо, и тем более уважаемых жителей Мурманской области, с их участков никогда не было. Значит, ситуация наболевшая, ситуация возникла много-много лет назад. Эту ситуацию необходимо разрешать. Еще позже в студии «Радио Рекорд» Анна Багрова говорила, что повода для беспокойства у жильцов нет. Речь идет просто о банальном осмотре территории. Жильцов никто не беспокоил, никто им на территорию не заходил. Нет, 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 у меня вопрос немножко тогда в другом. Есть информация о том, что дачники начали получать перед Новым годом письма счастья. Вот о чем я вам и говорю. О расторжении договоров с ними. Да, ни одного документа в адрес арендодателя, ни одного документа в адрес пользователя, проживающих лиц, мною направлено не было. Но разве бывает дым без огня? Или сегодня Анна Багрова идет на попятную, замалчивая свои ранее принятые решения? Ведь здесь черным по белому за подписью Багровой написано. Министерством принято решение о расторжении договоров аренды лесных участков и перечень 11 ДНП. Расторжение договоров аренды – это, по сути, тоже выселение, известие о котором и лишило сна владельцев земельных участков и домов. Но во всем разберется комиссия. В отношении Анны Багровой проводится проверка. В итоге об освобождении с должности министра сегодня говорить пока рано. Но точно можно утверждать одно – опальных решений без изучения всех обстоятельств в отношении землевладельцев принято не будет. Продолжение следует...